крым полуостров в северной части черного моря расстояние от москвы до крыма примерно 1560 километров а чистое количество часов на машине около 20 отправиться в крым на машине значит иметь возможность увидеть не только сам крым но и те города которые встречаются по пути среди них воронеж ростов-на-дону краснодар далее проехав по знаменитому крымскому мосту можно посетить близлежащую феодосию и поселок коктебель в этом выпуске мы отправляемся в крым на автомобиле и это первая часть нашего большого путешествия наша первая остановка на маршруте это город феодосия название свое город берет с древнегреческого языка что дословно означает богом данное изначально на месте феодосии было греческое поселение созданная в шестом веке до нашей эры город также известен под названием кафа это генуэзское селение завоеванная османами в 1475 году именно в этом городе была открыта первая в европе кофейня в конце девятого начале десятого века феодосию часто посещал юрий гагарин что неудивительно ведь здесь во времена советского союза располагался центр подготовки космонавтом здесь же жил и всем известный художник айвазовский и сейчас любой желающий может посетить его галерею являющиеся одним из старейших популярных музеев россии а также первой публичной картинной галереи который свое время побывало множество известных живописцев музыкантов артистов и общественных деятелей главная местная достопримечательность это конечно же набережная длинная улица с которой возможно посмотреть практически всю феодосийскую бухту что вообще по маршруту я ехал из москвы через воронеж ростов краснодар а потом сюда феодосию кстати выпуски на моем канале есть отдельно про воронеж и про ростов ну и конечно же про краснодар что касается дороги за дорогу буду говорить именно в краснодарском крае выше до этого не важно значит в самом краснодарском крае дороги видно что строится и идут как бы частями где-то сделано где-то в процессе строительства но где-то как было так так и осталось одна полоски идешь за фурами дальше от крымского моста ну крымский мост это бомба там вообще вопросов нет грандиозное сооружение и очень красиво все вокруг феодосию прежде всего стоит заехать почему потому что феодосия это один из таких первых пунктов если вы едете из краснодарского края в принципе крым то небольшой сам по себе тут все рядом феодосия она получается в часе от крымский мост проезжаешь дальше керчь это если на автомобиле вы едете если на самолете другая история вы прилетаете в аэропорт и уже оттуда как бы куда глаза глядят феодосия на тут в часе езды то есть близко и у меня был вариант как бы керчи но там нет такого количества всякого рода там гостиниц небольших здесь все небольшое все как бы такой маленькой на феодосия на тоже небольшая при этом здесь очень много таких исторических памятников какие есть особенности в путешествия я путешествую не в сезон я люблю путешествовать не в сезон почему во первых цены то есть если я к примеру остаюсь в хорошем номере здесь в гостевом доме за 4000 то летом это будет зависимости от наплыва но это будет минимум 6 максимум ну не до бесконечности но как бы 8 то есть 8000 на может быть все это где-то цена летом может быть в два раза выше это первый нюанс что денег придется тратить больше я не знаю что насчет кухни но я здесь где как бы только не ел кафушки все очень недорогое не буду говорить вам цены тут на любой вкус и цвет но недорого но опять же это сейчас да сейчас не сезон но это же очевидный плюс это отсутствие пробок то есть если там август допустим меня ездили сюда много кто из моих знакомых тоже соседи мои ездили на машине именно на машине они говорят ребята что пробище тут можно в пробках стоять по несколько часов но понятно да идут ремонт и дорог где-то как встряли все но кстати тоже стоит отметить ребята что новая трасса от крымского моста которая от крымского до симферополя я по ней еще по всей не ездила по куску по первому проехал то есть я же феодосия еще дальше никуда не доехал мой первый пункт таврида трасса таврида идеальная трасса 250 километров вообще супер бомба полностью новая открыли и вот только что считаешь вчера и еще один плюс для меня ну как бы да я не там загорю на пляже точение об горю да ведь как мы с вами настоящий русский человек приезжает отдыхать отдых должен быть конкретные по полной программе мы обязательно первые три дня сгораем становимся малинового цвета потом облазим по несколько раз нам плевать на все крема для меня вот тоже то что я приехал вне сезон это тоже плюс с одной стороны да я не покупаюсь не поплескаю с дельфинчиками не сделаю так из воды так вот но при этом ребята сейчас вот я был в москве минус 7 снег воронеж был минус 10 ростов минус 3 везде был снег люди поскальзываются на гололедицы люди очищают машины от снега это значит пробки в этих городах а здесь что а здесь плюс 10 солнышко листва причем смотрите то есть это не то что там понимаете зима да зима зимушка вот смотрите небо идеально чистое идеально голубое спокойно людей мало природа вокруг и вот я как бы вот жилетка и как это нас толстовочка вот это плюсы это плюс по набережной расстилаются пляжи гостиницы и отели кафе и рестораны аттракционы а также другая достопримечательность выполненная в испанном африканском стиле и символ федосийских буклетов и путеводителей 1 советский санаторий в доме фабриканта стамболе который сейчас является памятником культурного наследия где сосредоточены музейные экспозиции и реставрационно-выставочный центр подводной археологии иосиф стамболе построил дачу в качестве свадебного подарка для своей будущей супруги период оккупации немецко-румынскими войсками дача служила госпиталем для раненых солдат и офицеров затем в 1970-х 1980-х годах здание использовалось в качестве клиники александра довженко а после распада ссср и вовсе послужила в качестве ресторана ну смотрите вот скульптура львов здесь это на территории музея древности здесь рядом очень маленький такой дворик и тут стоят скульптурки поэтому вы когда будете то можете зайти прямо на набережной и вот этим вот скульптурам они датируются третьим первым веком до нашей эры то есть им больше двух тысяч лет и вот здесь вот еще есть также экспонаты можно посмотреть интересная особенность здесь феодосии что здесь идет набережная и прям на набережной находится вокзал центральный здесь поезда и их вы когда ходите гуляете здесь музыка играет тут же слышен стук колес поезду очень интересно ну и тут же порт ребята вот галерея айвазовского это вообще обязательное место к посещению каждому кто посетит феодосию почему потому что во первых первая галерея вот в доме прям у него была открыта еще в 1845 году где представлялась 49 его работ а позже этот дом был расширен по самому как проекту самого айвазовского чем уникален этот музей прежде всего то что вообще на территории российской империи это был единственный музей одного художника такого не было никогда сейчас наши дни здесь собрано около 12 тысяч работ посвященной морской тематике и это самый большой музей в мире с самым большим собранием картин айвазовского на морскую тему основном здесь около 400 работ его всего в 20 километрах от феодосии расположился как ты бель поселок городского типа на востоке крыма как ты бель с крымско-татарского означает край голубых холмов как ты бель место от которого буквально веет чудесами благодаря таким достопримечательностям как мыс хамелеон или звездопад воспоминаний мыс хамелеон на 70 метров уходящий в воду получил свое название как за интересную форму напоминающие то ли дракона то ли непосредственно хамелеона также и за свою способность менять цвет зависимости от погоды в холодное и дождливое время мыс становится синим а в теплое и солнечное желтым или оранжевым мыс является одной из исчезающих достопримечательностей крымского полуострова из-за обвалов и оползней он потерял примерно 35 процентов объема друзья и пока мы не перешли к следующей достопримечательности пишите пожалуйста в комментариях что вы рекомендуете посмотреть в крыму какие у вас есть любимые места и любите ли вы путешествовать на автомобиле или предпочитаете более расслабленный вид отдыха ребята сейчас мы едем вместо она же смотровая не просто смотровая городская какая-то смотровая в местных горах нам это место посоветовал наш владелец гостиницы могли поедте посмотрите на смотровую звездопад воспоминания называется звездопад воспоминания потому что здесь недавно сделали дорогу вот и да лежит асфальт там еще что-то звездопад воспоминаний это маленькая колоннада на круглом основании состоящая из трех колонн в античном стиле на горе как люк 1956 году место имело название роза ветров пол в сооружении имел данное изображение отсюда открывается прекрасный вид на множество мест достойных внимания на амирецкую долину воды мертвой бухты озеро бараколь озеро фундук и панораму села на никого здесь же рядом есть также и гора клементьево получившая свое название в честь погибшего летчика одного из основателей школы планеризма место также славится открытием так называемого эффекта шляпы волошина здесь легкие предметы не падают а взлетают я сейчас встретил человека случайно вот как раз на этой смотровой он работает на москвы он мне немножко рассказал про это место он мне рассказал что то есть в крыму какой то есть те люди которые заинтересованы в туризме туристическом потоке а есть скажем те кто против это место она уникальная чем она уникальна это центр советского планеризма сейчас тоже здесь занимаются планерным спортом почему это все происходит потому что здесь уникальные воздушные потоки и даже когда дрон притащил он играет будь аккуратен что здесь очень мощные потоки такие и вот здесь люди вон пожалуйста на планер летают и что он говорит почему почему он ведь что многие против ну например исследователи да допустим те кто за природу сохранение ее уникальности потому что здесь строят дороги естественно привлекают инвестиции трассы дороги туристы и это естественно нарушает всю вот эту вот систему природную экологическую которая здесь существует как бы балка двух концов недалеко от звездопада воспоминаний растет дерево чьи ветви украшены лентами разных цветов считается что если влюбленные повесят здесь свои ленточки то они будут счастливы вероятно такое поверье пошло благодаря еще одному звездному гостю горы 1931 году своей будущей жене здесь сделал предложение сам сергей королев ракетно-космический инженер друзья если вам понравилось данное видео не забудьте поставить ему лайк это помогает в развитии нашему каналу и обязательно подписывайтесь если вы еще не сделали этого впереди еще несколько частей про крым и много всего интересного из мира путешествий карьеры и туризма а 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 друзья у нас с вами очередной выпуск из крыма я сейчас нахожусь рядом с поселком новый свет я нахожусь на дороге серпантине значит сюда я приехал из феодосии поэтому смотрите мой выпуск про феодосию предыдущий первый выпуск по крыму я здесь первые вообще вообще в крыму я впервые из феодосии посмотрел со феодосии доехал я до сюда за час ориентировочно несмотря на то что показывает там километров 40 ехать сюда имейте ввиду что вы не будете топить 180 потому что здесь серпантин блин вы едете в горах красота неимоверная здесь есть несколько дорог можно поехать там через другую в общем дорогу но не едите по серпантину по старой дороге ну конечно аккуратно это делайте и не пейте перед перед этим уже здесь везде курорт понятно здесь везде делают вино здесь есть в новом свете свой завод винодельческий да и вообще в крыму тут везде производства вина везде вы даже будете ехать будете везде видеть виноградники о чем это значит я о серпантине показывает вроде как километров 40 из феодосии да но едете по серпантину едете очень медленно едете аккуратно но красота ребята сумасшедшая а я остаюсь значит вот там в гостинице гостиница также называется новый свет обалденный вид из окна я рекомендую хорошие завтраки а сейчас у меня вот по левую сторону вот такая вот и здесь кстати мне сказали что здесь значит делают туры по вин заводу здесь тропа голицына генуэзская крепость туда я сейчас еду минут 15 наверное у меня займет все это дело и здесь у нас государственный природный заказник оригинального значения новый свет значит схем маршрута черепашья бухта черепашья бухта вот видите никакой алкашки ничего вот где я стою и пошли сюда вниз вот смотрите вы вот так спускаетесь здесь нужно через трубы переспрыгнуть как-то спрыгнуть значит метра два вниз и дальше идет уже тропка вот там какие-то развалины тоже вилла наверно чья-то в прошлом вот и туда спускаетесь в бухту везде просто нереально красивый вид нереально и там плавают яхточки еще кораблики лодочки а мы с вами едем дальше будет очень интересный выпуск машина вся грязная вчера ездил мы с хамелеон снимал тоже очень красиво рекомендую марсианские ландшафты какие-то мы с хамелеон естественно дорога только гравийная пылище но красота неимоверная я же раз 500 надо ну-ка так и есть что я могу сделать еще во всем этом деле есть один бонус очень приятный знаете какой то что на носу через неделю декабрь декабрь вообще в россии практически везде наверное уже будет лежать снег а здесь у меня прогноз погоды на ближайшую неделю 12 градусов тепла понимаете 12 градусов тепла солнце море плавочки одеваем вообще просто бомба новый свет это название поселка на берегу черноморской бухты сюда клейман или как ее еще называют зеленой бухты создан этот поселок был князем львом голицыным в конце девятнадцатого века и имеет довольно интересную историю голицын основал в своем имении завод по производству шампанского вина а сам поселок изначально назывался парадис что можно перевести как рай но после того как в гости заехал николай второй и отведал то самое вино созданное голицыным поселок было предложено переименовать в новый свет так как после выпитого вина император заявил что нынче все видит в новом свете шел я шел вдоль крепости и смотрите раз и все моя тропинка прервалась значит дальше идет скала и обрыв такой метров 30-40 точно есть 30-40 точность муж конечно больше столько поэтому приедете сюда пойдете гулять вдоль крепости имейте ввиду что не все тропинки выведут вас туда куда надо некоторые могут так обрывом вывести ну что значит будем идти обратно вы знаете вот здесь все-таки я гуляю сами все видите конечно крепость очень круто но какой-то колючий проволокой забором где-то ржавом накидали камней снаружи конечно есть мусор грязь и не хочу об этом говорить но надо знаете надо вокруг природная красота но есть очень конечно такие халупины старые постройки не пойми что похоже что это такое вот и собаки бегают в округе честно говоря немножко даже страшно это конечно сейчас не сезон все закрыто эти чебуречные пиццы столовые тут все это закрыто в новом свете есть и дом музея голицына где вы сможете ознакомиться с историей виноделия сам музей располагается в усадьбе в которой некогда и жал сам князь и был открыт в 1978 году при заводе шампанских вин музей насчитывает 7 залов и около 413 экспозиций среди которых кубок для вина из розового хрусталя который был подарен голицыну виноделами части чайного сервиза с ручной росписью 1896 года медали князя завоеванные на выставках и дегустациях есть также и коллекции вина и возможность заказать экскурсию с дегустацией сам по себе поселок новый свет довольно атмосферный и колоритный наверное поэтому он так популярен для съемок фильмов здесь и в его окрестностях снимали такие фильмы как пираты двадцатого века остров сокровищ анна каренина снимали и от элла также сериал мастер и маргарита в генуэзской крепости сама же крепость находится в 15 минутах езды крепость была построена генуэзцами в качестве опорного пункта для собственной колонии в северном причерноморье находится она на крепостной горе высотой в 157 метров что уже делает ее частично неприступной вот эта башня она же врата переходит во врата имеет три этажа и она была сооружена на месте меднолитейной мастерской где-то приблизительно в двенадцатом тире 14 веках здесь от медной мастерской остались руины и позже собственно говоря она была сооружена и на одной из ее стен сохранилась медная плита с именем стефана ди франки ди погани датированная 1414 годом то есть понятно что она была сооружена до этого времени ну вот даты ориентировочные 12-14 век а вот это ребята тоже очень интересное сооружение это не просто скажем домик до чей-то это цистерна емкостью 185 кубических метров и сооружена она была в 1375 году и сюда в эту цистерну с горы перчим которая находится в 3 километрах по специальным водостоком доставлялась вода три километра водостоки гора там вода здесь значит это было сделано цистерна на случай осад любых и на случай засухи чтобы здесь собиралась вода и могли пить вдруг на тебя напали правильно что тебе делать где воду брать не было тогда бутылей кулеров и прочей лабуды да не было и в магазинчик не пойдешь не купишь там ок в минерале или я не знаю боржоми нету а вот смотрите еще одна башня была сооружена она в 14 веке к 18 веку полностью разрушена потом ее реставрировали и видите что я вам хочу показать как здесь сделаны окошки то есть это все башни ну как бы они наблюдательные значит наблюдательным уже смотреть дырка есть ну грубо говоря окно видите как но сделано то есть со стороны наружней она очень узкая по сути когда снаружи выходите вы не видите что здесь внутри а отсюда вы можете так незаметненько наблюдать что там происходит понимаете и видите то есть я здесь могу оп залезть сесть нормально себе то есть ширина у нее такая где-то под метр а там сантиметров 10 узенькая полосочка дырочка и вот снаружи никто ничего не видит как вы делаете изнутри видно я как-то был в великобритании там в ковентре есть крепость и около тысячи лет там значит есть дома старые которые остались с тех времен значит со мной поделились интересными фактами я заметил какой интересный момент есть дома и у них значит окна и некоторые окна были заложены то есть видно что было окно потом это окно заложено это старое здание средние века я не спрашиваю а в чем прикол почему окна заложены а прикол в том на самом деле кто догадается расскажу что у них раньше были налоги на окна почему скажите мне а потому что ну если у тебя есть комната в доме она подразумевает что в этой комнате будет окно ну как-то комната без окна не прикольно чем больше у тебя окон тем как бы по логике у тебя больше комнат то есть тем ты богаче понимаете в чем прикол налог на комнаты машин не было чтобы налоги брать до бизнесов ну бизнес и были какие-то средневековые и значит когда эти налоги были введены за многие просто тупо заложили в окна вот чтобы меньше платить налогов вот такие дела ребята вот еще одно интересное здание угадайте что это не угадать это декорация к фильму в 2017 году здесь снимали фильм вечная жизнь андрея христофорова и после этого оставили вот этот домик хлев хлев здесь наверху в одной из стен есть проход и можно выйти прям на самый обрыв есть конечно заборчик чтобы не перелезть высоте и и моё и прям возле обрыва построен замок вы говорите домик с видом на море наиболее популярное посещение крепости в летний сезон здесь в это время проходит фестиваль генуэзский шлем способный на день перенести посетителей в средневековье в крепости происходит показательные выступления рыцарей в доспехах мастер-классы и различные турниры ребята территория большая если вы хотите посетить генуэзскую крепость судаке здесь то закладываете пару часов можно ли с детьми да с детьми ходят с маленьким с коляской но вы можете зайти сюда с коляской но как бы на все эти холмы не знаю это наверное невозможно будет подняться почему важно посещение таких мест лично меня эти места заставляют подумать когда находишься здесь то какой раз представляешь как было когда-то в далекие времена смотришь как это все сейчас и представляешь как как все это дело будет выглядеть потом через какие-нибудь лет 500 а еще почему важно сюда приезжать приезжать с детьми вот любит ваш ребенок историю учить допустим не любит ну или любит какая разница привозите ребенка он смотрит на все это говорит папа мама а почему блин здесь такие стены зачем нужно было возводить такие стены начинаешь рассказывать ему слушай понимаешь вот это вот вся территория замка это когда-то принадлежала некоторым людям у них хотели отобрать то что им принадлежало что им нужно было делать у них были там копии они оборонялись но они находили вот такие места на скалах на обрывах чтобы никто к ним не мог забраться и делали вокруг этого огромную стену высоченную вот ты сынок можешь перелезть через эту стену с ногам скажет что не может все кто пытался вояки пытались завоевать это место также не могли вот это служило везде стены высоченные служили защитой вот так и ребенок когда видит все это у него появляется интерес к этому ко всему живой интерес у него появляется интерес узнать все эти вещи тем самым науку историю не надо впихивать вталкивать это настоящий живой урок истории вот мы с вами вышли на набережную это новосветский лазурный берег понимаете посмотрите вот эта гора там находится как раз таки и знаменитая тропа голицына то есть до нее даже дайте вам ну минут здесь десять здесь и вы уже вступаете на нее она бесплатная вот кстати я не сказал вчера про крепость генуэзскую там вход 200 рублей ну как бы можно по периметру походите не заходить внутрь если вам жалко 200 рублей если не жалко заходите и смотрите все внутри но это стоит того конечно круто там тропа голицына и там же грот шаляпина когда над вами нависают скала все рядом все здесь и вот сюда ради чего нужно приезжать это вот именно как раз таки это тропа супер красивая она три километра и конечно же генуэзская крепость это то ради чего стоит сюда приезжать но это судак но этот ехать тут 15 минут тропа голицына или соколиная представляющая собой горную тропу вырубленная на склоне горы кобака я здесь же находится и грот голицына известный также как эстрадный грот или грот шаляпина естественный грот высотой от 15 до 30 метров которые выбили морские волны в той же горе средние века здесь находился пещерный христианский монастырь а спустя годы голицынская винотека побывала и в этих пещерных стенах второе название шаляпинская которое вы можете встретить грот получил благодаря выступлению самого шаляпина на каменной эстраде в результате которой от впечатляющих вокальных данных певца разбился бокал шампанским кстати концерты здесь проходят и по сей день когда вы стартуете по тропе голицына из нового света вы будете проходить несколько бухт и пляжей здесь еще раз протяженностью и три километра это не ровненькая красочка это значит вдоль моря по скале по сути с такими перевалами вы будете подниматься и спускаться вы будете проходить несколько несколько таких вот значимых точек когда вы отходите из нового света в новом свете у нас зеленая бухта дальше следующая важная точка это грот шаляпина это нависающая огромная скала над головой дальше вы будете подходить к синей бухте почему зеленая и синяя на самом деле я вот наблюдал когда в светлое время яркое когда солнце светит то реально они переливаются с сумасшедшими цветами плавают медузы скалистые породы разных цветов от бурых до серых их даже красноватых и все это на фоне красоты воды дальше после синей бухты у вас идет мыс капчик это вот такой вот вытянутый длинный мыс куда собственно говоря идет тропа это в принципе ну практически финальная точка туда вы заходите и значит с него дальше идет гора которую ну как я понял называют черепахой еще но реально напоминает какой-то животный ну да наверное черепаху старую какую-то с рогом на голове здоровенная такая мощная гора с выступающими скалами там же находится царский пляж но это то есть чтобы вы понимали какие точки вы будете проходить тропа очень красиво очень живописная и самое главное уча слышите это лодки здесь катают на лодках разных размеров разные вместимости по разным ценам соответственно вот нам на четверых сегодня предлагали за тысячу за тысячу но всего вместимость в лодке 8 человек то есть как бы 2008 человек набирают садят и вперед на вот но сейчас как бы ветрено и волны то есть до подплываете вы вы с воды смотрите на все это дело ну как бы конечно в этом есть свой кайф но мне как бы больше приходит другой вид вы с так со стороны все это дело видите но конечно не пройтись по тропе это приехать туда и не пройтись ну я думаю что таких людей наверное нет ну конечно вы спросите меня где взять лодку если вдруг мы захотим прям вбиваете в навигаторе тропа голицына и прям рядом с входом вас будут ждать капитаны лодок они постоянно здесь но еще здесь ходят с удочками значит ребята предлагают рыбалку тоже можно сесть на лодку и уплыть порыбачить все это есть все это можно здесь организовать и и и Пару слов о гостинице вам расскажу. Гостиница называется Новый Свет. Это населенный пункт Новый Свет, где мы находимся. Гостиница тоже Новый Свет. Новый Свет, Новый Свет. Все очень просто. Гостиница неплохая. Территория есть. Территория, значит, что-то ремонтируется, что-то сделано стильненько, модненько. Даже на участке, например, столики стоят, показываю вам. Вот, видите, тут ходишь. Территория большая. Сразу же на въезде стоят тоже такие, типа, столички. Ну, прикольно, как бы, кое-что стильненько достаточно. Это не, там, я не знаю, пятизвездочный Four Seasons, да, или Рэдисон, Хилтон. Это Новый Свет. Но здесь есть вот стоянка для велосипеда, к примеру. Номера. В номерах мне, в принципе, все понравилось. То есть, я не буду придираться. И самое главное в этом во всем, самое главное, это самая высокая гостиница здесь. И здесь есть еще несколько другого плана, классных. Ну, это уже сами посмотрите, не про них. Здесь самое главное в этой гостинице, самое главное, это вид. Здесь офигенный балконище, просто здоровый балкон с шезлонгами сразу же, с креслами, столиками. И я думаю, что в летний период с бокальчиком чего-нибудь проводить с великолепнейшим видом окна от пола до потолка. Вы будете, определенно будете проводить там время. Что касается завтраков, мне тоже все устраивает, хорошие завтраки. Сейчас был не шведский стол, а было сервировали. Потому что народу не много, не сезон. Минусы, межсезонье. Я не знаю, будет ли так в сезон, мне говорят, что не будет. Вот спортзал, есть спортзал, да? Но этот спортзал работает с трех часов дня. Я встал в семь и говорю, ребята, как пойти пройти спортзал? Они говорят, он откроется только в три, понимаете? Я им говорю, а почему в три? Ну, у нас там типа тренеры, я говорю, ну, вы понимаете, тренер. У вас же там не ворд-класс какой-то, понимаете? Вот просто спортзальчик при гостинице. Откройте его все время, пусть будет открыт. Ну, ладно, как бы не ночью. Ну, хотя бы, блин, с шести-семи утра это можно сделать. Но нет, но нет. Это минус большой. Здесь, кстати, они знаете, что пилят? Они пилят, потому что здесь вот, к примеру, зеленый красивый какой помост. Но это сто процентов. Здесь будут какие-то столики, сцены что-то стоять. Вот там тоже они пилят. Они делают на всяких разных крышах, как типа летних веранд, террас. Короче, будет красиво потом. Территория большая. Я сейчас все время с вами пока говорю, иду по территории. Старенькие клумбочки, советские такие лавочки. То есть, ну, видно, что гостиница меняется. Меняется в лучшую сторону. Но еще присутствует вот этот вот советское послевкусие. Насчет паркинга. Здесь еще пару слов. Они говорят паркинг, и там вроде как какая-то денежка за это еще сверху берется. Но при всем при этом, паркингом, ну, я не могу это назвать, потому что это просто заезд на задний двор. Причем корявый, с корявыми воротами. Ты должен звонить, чтобы они тебе открыли. Ты стоишь, ждешь, пока тебя откроют. Он очень маленький. Если там несколько машин, тебе нужно вот так вот, не пойми, как разворачиваться, там пытаться выехать. Это не полноценный паркинг. Задний двор, на котором сейчас и тут какие-то строительные ремонтные работы. Ну, то есть я просто в итоге, я заплатил за паркинг. В итоге ставлю машину не на вот этом внутреннем паркинге, а перед зданием. Бросаю, вот, что здесь как бы свободно на дороге кинул машину и все. Дальше, ребята, тоже из минусов. Рестораны, кафе, закрыто все. Что для меня удивительно сейчас, на данный момент, то, что это место, это в принципе может быть всесезонным курортом. Потому что здесь ноябрь, видите, толстовочка. Обещают сегодня плюс 10, завтра плюс 12. Гуляй, наслаждайся, кайфуй, не обязательно же все время лежать как рак на пляже. Понимаете? Но при этом народу мало. Народ у нас не едет в такое время. А мне непонятно почему. Особенно сейчас удаленки все вот эти. Пожалуйста, приезжайте на удаленки. Тут ценник сейчас ниже в два раза, чем летом за все. Закрыты кафе, рестораны там. Работают где-то одиночные там кофейни, до которой нужно ехать. Работает там вот здесь пару ресторанов. И тут пару. Один вообще по сути. А здесь в нашем гостиничном комплексе, если хочешь покушать, нужно заранее заказывать. То есть ты заранее заказываешь, и тебе делают комплексный ужин. То есть ты там выбрал себе что-то, тебе сделали. И, соответственно, так как заведений мало работает, то нужно желательно звонить и бронировать себе столик. Потому что, может быть, мы тут в ресторан. Вино и рыба, ребята. Кстати, если вы будете здесь, вино и рыба. Он небольшой очень, но кормят очень-очень хорошо. Мы встречались с ситуациями, когда люди приходили и им говорили, что нет мест. Ну и нужно сидеть, ждать, скажем так. А еще что мне понравилось здесь, я, правда, не ходил. Здесь есть свой кинотеатр небольшой. И четыре раза в день показывают фильмы. В любой поездке есть супер важное правило, которое никогда не должно нарушаться. Бери столько вещей, сколько можешь унести. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, ну а если вы любители недостроев, курортов, только недостроенных, значит, смотрите, какой есть объект. Очень серьезный объект, я вам скажу. Вот этот недострой, это санаторий, который строился еще в 90-х. И он один из крупнейших недостроев Крыма. Строил его Новолипецкий металлургический комбинат. Чем еще применчательен этот объект? Здесь снимали обитаемый остров Бондарчук. Здесь снимали, мне сказали, местные, девятую роту. А сейчас на заборе написано «Продаю». Он продается. Ну я могу представить, что он продается очень давно. Здесь есть еще какой-то санаторийчик рядом. Здесь есть поселение Морское называется. Здесь по сути это практически необитаемым пляжем, это называть нельзя. Здесь есть какие-то люди. Но место очень такое энергетически мощное. Не просто так, здесь, наверное, выбрали место когда-то 30 лет назад под строительство вот этого санатория. Ну вот видите, как это все дело закончилось. Значит, где он находится? Если вы путешествуете, вот где генуэзская крепость в Судаке, Судак, Новый Свет, оттуда если вы езжаете и едете по дороге в сторону Алушты, едете по набережной. Потому что есть другая дорога в сторону Симферополя. И здесь, ну вы не пропустите. Ближайшее поселение Морское. Я не знаю, поселок это или что-то, но я его не заметил. Симферополя И следующая точка на нашем маршруте это озеро Панагия. И здесь поселок, который называется Зеленогорье. Мне немножко не повезло с погодой. Ну точнее, как бы все красиво, но не хватает солнца здесь. Было бы яркое солнце и яркое небо. Краски, конечно, были бы сумасшедшие. Я думаю, что это озеро подсвечивалось бы каким-то невероятным цветом. Но пока немножко серовато, но тем не менее, тем не менее, место просто очень фантастическое. Конечно, у меня уже дети устали за мной бегать. Потому что приходится же по всем этим ступенькам, подъемам, горкам подниматься, спускаться. Ну я их бросил на произвол судьбы. Пускай там сами разбирается себе, правильно? Наше дело-то что? Наше дело главное снять. Правильно. Главное, чтобы было все красиво. А как они там сами себе разберутся? Взрослые люди уже. Мне говорили обязательно покушать местных чебуреков с брынзой. В общем, всяких разных. К сожалению, ребята, не работают они сейчас. Не работают. Вот бабушка мне сказала, что карантин. А, на карантине. Все. Так, ребята, у нас здесь на маршруте что? Выпечка, сок, домашний виноградный, мед свежий. Пойдем дальше. Ярмарка. Ярмарка вкусняшек. Значит, брылочка стоит. Чубан гуляет. Помню, прогулок. Прогулок. Немножечко. У нас, так, ребята, у нас на маршруте есть приказки. Отходим, приказки. Отходим, приказки. Для тех, кто решил провести время в Крыму, рекомендуется к посещению горное озеро Панагия в селе Зеленогорье. Название села уже само говорит за себя. Озеро здесь имеет изумрудный оттенок, что так привлекает туристов, любителей поселфиться. Отмечают также и некие магические свойства озера. Христиане верят, что оно охраняется богом и находится под покровительством Девы Марии, а оккультисты зовут его местом силы. С высоты птичьего полета озеро напоминает очень большую запятую. Так или иначе, день, проведенный у озера, в самом деле способен зарядить энергией на долгое время. Летом здесь разрешено купаться и даже прыгать с тарзанки. Однако вода здесь все равно достаточно холодная из-за ледяных ключей, ведь озеро по своему происхождению является ледниковым. Но в 500 метрах от озера начинается маршрут по водопадам Зеленогорья. Гуляя здесь, себя можно почувствовать героем Властелина Кольца или Варкрафта. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем наше крымское автопутешествие, завернув в древнейший город южного побережья Крыма Алушту. В переводе из древнегреческого Алушта означает сквозняк. В самом деле свалиться с температуры здесь можно даже летом, так как периодически здесь бывает довольно сильный ветер, связанный с особенностями местного рельефа. Два перевала постоянно обеспечивают перемещение воздушных масс с равниной части Крыма до моря и назад. Сама Алушта город-курорт, а поэтому большая часть развлечений и активности представляет собой стандартный курортный набор. Как и положено таким городам, одна из местных достопримечательностей – это набережная. Ее проектирование принимал участие племянник художника Ивана Шишкина, купец и золотопромышленник Николай Дмитриевич Стахеев, дача которого находится в центре Алушты и представляет собой здание, выполненное в стиле европейского классицизма и модерна. Построено оно в 20 веке по проекту Николая Петровича Краснова, который является также архитектором Ливадийского дворца. Но сам Ливадийский дворец мы посетим с вами позже. Я ищу дворец княгини Гагариной, который вроде как сейчас санаторий «Утёс». Я подъехал с одной стороны, куда мне показывал навигатор, но там заборы, похода, нет. С другой стороны вроде как есть парк небольшой, ну и вот как бы я иду по такой дорожке. И собаки, ребята. И здесь собаки. Куда не придёшь, бегают какие-то сворожьи собак. Ну чего ты, чего? Я туда иду. Впереди есть люди, значит, жизнь какая-то тут есть. Вот мне сказали, хотите, вот по заброшенным лестницам вниз. Показать, как выглядят заброшенные лестницы. Честно говоря, тут много всего заброшенного. Ага, ну сейчас попробуем. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В общем, красивая улыбка и 200 рублей решают вопрос входа на территорию санатория. Между Алуштой и Ялтой находится посёлок Гурзуф, привлекающий внимание своими скалами. Аделары, скалы-близнецы, по легенде были могущественными князьями, которым были дарованы волшебные вещи, посох и крылья. Но вместо того, чтобы использовать их в благих целях, они привлекали ими девушек, из-за чего были наказаны. Напротив скал-близнецов расположились скала Пушкина. Именно в этих местах во время отдыха Пушкин совершал свои морские прогулки к мысу Сууксу и называл это время самым счастливым в своей жизни. Гурзуф Гурзуф, ребята, место, где у Чехова была дача. Но она здесь и осталась, только сейчас это уже музей. И определённо стоит приехать, даже просто ради того, чтобы увидеть эту улочку. Это очень небольшой населённый пункт и вот эта вот центральная улица здесь очень прикольная, очень прикольная. Поэтому приезжайте, посмотрите. Ребята, вот это правильный штопор, смотрите. Такой. Бутылку надо под него такую же. Массандровский дворец называют «маленькой Францией» или «крымским Версалем» из-за его архитектурных особенностей, сочетающих в себе сразу несколько стилей – романский, готический, барокко и классицизм. В 1992-1993 годах здесь проходили съёмки фильма «Сердца трёх». Сам дворец имеет довольно дурную славу. Его жители умирали до того, как успевали здесь пожить. Так, например, в 1870 году, после того, как дворец пострадал от бури, князь Воронцов решил на его месте построить новый для своего сына. Однако, через два года после начала стройки умер архитектор, а затем и сам князь. В 1892 году дворец переходит Александру Третьему. Но и он умирает спустя два года. Замок достраивал уже Николай II, но не ночевал там, а скорее использовал его как охотничий домик. После революции здание дворца было использовано как санаторий для больных туберкулёзом. После войны он стал НИИ в области виноделия. А с 1992-го и по сей день данное здание – это музей-дворец. Ребята, Массандровский дворец. По сути, летняя резиденция Александра Третьего. Сюда он приезжал со своей семьёй отдыхать. Нереально красивое место. Нереально. Сам дворец и парк рядом с ним. Просто, ребята, просто бомба. Это обязательно Маст-Си. Находится в 30 минутах езды от Алушты. Рядышком тут и Симферополь, и Севастополь. То есть обязательно будете здесь заезжать. Кстати, обязательно посмотрите у меня видео из Гатчины. Там же есть Гатчинский дворец. Это резиденция Александра Третьего. Вот по воле случая я даже не планировал, скажем так. Буквально месяц назад я был там, в районе Санкт-Петербурга. Причём не заезжая в Санкт-Петербург. Посетил Гатчину. И вот сейчас я здесь и смотрю Массандровский дворец. Две резиденции Александра Третьего. Ну и вот так по-царски выходишь из дворца. Моё место проживания. Это вот этот комплекс. Комплекс апартаментов. Очень прикольный комплекс. 29 ноября. На улице 12 градусов. 9 утра. Погода супер. Вид супер. Делаю обзор квартиры. Точнее апартаментов, где мы остаёмся. И посмотрите. Здесь две комнаты. Зал. Один. Спальня. И большая кухня с коридором. Самое крутое в этой квартире это вид. Из всех комнат. Посмотрите. Просто окна от пола до потолка со всех сторон. Со всех сторон. Здесь. Опа. Что не открой. Везде солнце. Детям не нравится. Детям не нравится, что я открыл. Что ты там смотришь? Мультик. Костя, тебе не нравится, что я открыл окно? Вот так, да? Ты мультик смотришь? Ну извини. Извини. Спальня тоже. Смотрите, какой огонь. Просто в спальне просыпаешься. Вот это дело. Убираешь. И ну какова красота. Да, если вы соберетесь в Крым, если вам это видео понравится, этот выпуск понравится, места понравятся, пишите мне в ютюбе в комментариях или в инстаграме. Я вам скажу, куда, собственно говоря, писать, чтобы забронировать вот эти апартаменты или в этом здании. Это, ребята, не реклама, а просто рекомендация. Реально классное место. Значит, здесь еще таких апартаментов штук 12. Штук 12 подобного плана. Разной стилистики я когда выбирал, мне предлагали разного стиля, разных размеров и разных ценовых категорий. Ну, естественно, зависит от сезона. Вы сами это прекрасно понимаете. Пишите, если что, я дам все рекомендации. Я сейчас уехал из Алушты в сторону долины привидений. Там привидений нет, а что там есть, вы сами увидите. Ехать около 40 минут. Первый поворот на лучистое. Здесь смотровая площадка. Золотая подкова, схема проезда. Что здесь написано? Разобрать можно. Не знаю, сколько лет этой тоске почета. Так ее назовем. Ну и сразу же рекламка. Домов из бруса. И посмотрите, какая здесь красота. Остановка по требованию прошла. Едем дальше. С вездеходными усилиями, ребята, мы на месте с вами. Пошли, смотри, место просто нереальное. Всем рекомендую это, 100%. Пока даже сюда едешь, сбираешься. На машине, конечно, лучший внедорожник. Но я и на своем паркетничке пробрался тоже. Конечно, в дождь, грязь. Это очень сложно сюда будет проехать. Но, бавен, посмотрите на это. Конечно, у меня есть дрон. И, конечно же, я могу не взбираться своими ножками туда вверх. Но наша жизнь, ребята, была бы неполной без приключений. И, конечно, я пойду вверх прочувствовать своими ногами, руками, головой, глазами. Всю прелесть долины привидений. И дикие лошади здесь пасутся. Вот это мощь, ребята. В этом деле главное, что в этом деле. Главная подготовка к арте. Когда вот так вот рюкзачок в гору. Я не знаю. Ну вот я когда поднимал дрон, я взлетел на высоту где-то под 600 метров. То есть здесь высота где-то 600 метров. И он, получается, у меня стоял немножко над горой здесь. Поэтому, ну, я прикидываю, где-то 500-600 метров высота. Интересная, веющая своим мистическим духом и достойная посещение местность в Крыму, так называемая долина привидений. Представляющая собой скопление скал необычных форм, среди которых можно различить и человеческие фигуры, и фигуры животных, и непонятных существ, и предметов. А в зависимости от времени суток можно увидеть эти фигуры совершенно по-разному. Здесь же, среди скал и камней, можно стать свидетелем феномена – горный призрак. Это оптическая иллюзия, при которой тень наблюдателя, стоящего в направлении против солнца, окружена цветными кольцами. И может возникнуть ощущение того, что это не человек, а что-то потустороннее. ДОЛИНЫЙ ПРИВИДЕНИЙ ДОЛИНЫЙ ПРИВИДЕНИЙ И мы отправляемся в храм-маяк святителя Николая Чудотворца. Почему именно туда? Ну, хотя бы потому, что это самый высокий храм на территории Крыма. И его высота 65 метров. Ехать нам около получаса, поэтому все рядышком. Пристегиваемся, усаживаемся поудобнее и едем по живописным дорогам Крыма. Одно из зданий Маст-Си в Алуште – храм во имя крымских святых, построенный в середине XIX века архитектором из Одессы Георгием Торричелли. За его основу были взяты английские сельские церкви, но учитывались готические каноны, которые в то время уже были в моде. Другая достопримечательность, рекомендованная к визиту – храм-маяк Николая Чудотворца. Самый высокий храм Крыма. Выполненный в неовизантийском стиле. Его высота 65 метров. Располагается он на полуострове и является частью мемориального комплекса в честь павших на реках и морях. Вот сейчас, друзья, отправляемся с вами в парк Айвазовского. От храма ехать мне показало 50 минут. Я когда был в дворце княгини Гагариной, мне сказали, что парк Айвазовского большой и едет туда утром, чтобы посмотреть его, потому что времени надо много. Но у нас времени много нет, поэтому едем сейчас. Парк Айвазовского находится у моря в поселке Портенит. Есть версия, что распоряжение о закладке этого парка было дано самим Брежневым для партийной элиты. Вероятно, по этой причине здесь и начали выращивать элитные сорта винограда и оливковые деревья. Сперва здесь располагалась сплошная каменистая местность, а потому сюда привозили плодородный грунт и работали здесь лучшие специалисты Никитского ботанического сада. Деревья и кустарники привозились со всего мира, и немалый вклад в развитие парка в нулевых вложил меценат Тарута. Он оплатил работу лучших мастеров по созданию скульптурных и архитектурных форм. Отличительная особенность парка – наличие в нем так называемого сада ароматов, в котором находятся эфирно-масленичные растения, аромат которых помогает тем, у кого есть трудности с дыханием. Есть здесь и лестница Раевского, на каждой ступени которой выбиты строки из стихотворений Пушкина. Вы знаете, когда здесь гуляешь, не хочется говорить о никаких ценах, никаких сложностях, никаких недостатках Крыма. Хочется просто наслаждаться вот этим моментом, в котором находишься, этой природой, этим невероятно красивым парком, шумом прибоя. Сейчас вот через 15 минут будет закат. Еще одна невероятная вещь. Когда находишься в таких местах, то плевать, сколько это стоит, если честно. Потому что, конечно, это все надо содержать. Цветы, сады, деревья, это бегающие животные какие-то здесь, по вот этому парку, по всему. Это люди, персонал, который здесь работает. Конечно, это все надо содержать. Я вас так плавненько подвел к ценам. За парк вы отдали 600 рублей. Но в этом парке есть внутренний парк, японский. И за то, чтобы попасть в японский парк, вам еще нужно 300 рубликов. Не знаю, нужно ли так делать. Много кто жалуется. Вот прямо передо мной была девочка, которая говорила, я видела где-то, что 500 это стоит. Ей говорят 600. Не знаю, может она приехала, у нее всего 500 рублей. Но я считаю, что, конечно, это национальное достояние. Должен ли быть вход платный или бесплатный? Ну, вы знаете, лучше, чтобы он был платный, лучше, чтобы все содержалось и выглядело вот так, как оно есть. Нежели это было бы бесплатно. И, как обычно, как часто это бывает, что многие бесплатные вещи, они не всегда хорошие. Поэтому лучше заплатить. Не каждый день мы сюда ходим. Лучше заплатить, но, видите, это вот в этом великолепии, которое есть здесь. Видно, что люди, которые здесь работают, понимаете, что они получают с этого какую-то денежку. И вот это все содержится. Зато в этом виде. Обалденно. Классный парк. Супер. Бомба. 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 Субтитры делал DimaTorzok Сколько времени нужно, чтобы здесь погулять и хорошо провести время? Я бы закладывал часа три. Это чтобы никуда не торопиться. Потому что если вы приехали, там из разряда часик потратить здесь, но это вам придется бегать, потому что здесь очень большое количество спусков, подъемов, аллеи, лестниц. Пофотографироваться же надо и обязательно вдоль морюшка пройтись. И вдоль морюшка есть кафе, тоже нам со столиками. Нужно обязательно взять кофеек, выпить, насладиться прибоем, шумом вот этим вот всем, чайками. А вот лебеди у меня тут плавают. Вот смотрите. Привет, мои хорошие. Как ваши дела? Жрать нечего. Сорян, но не злись, не злись. А вот с этой точки, ребята, ну прям Майами южный пляж. Вот честное слово. Только в Майами вы таких колонн не найдете, как здесь. И фонтанчиков, и скульптур. Ребята, честно, вот даже не ожидал. Вот это прям, прям бомба. Гуляешь по парку, здесь большое количество таких лавочек укромных, где можно просто сесть, любоваться всем, что видишь. Миротворение, тишина, шум прибоя, чайки везде. Майами южный пляж. Друзья, а я продолжаю свое путешествие по Крыму. И сейчас я нахожусь на набережной Ялты. И что мне сказали, когда я спросил, а что посмотреть в Ялте? Мне говорят, иди на набережную. Я это и сделал. И, собственно говоря, это самое правильное решение. Потому что мне кажется, что все здесь, как и вообще в других курортных городах. А Ялта курортный город. Значит, здесь все сосредоточено в районе набережной. Первое впечатление относительно других городов, где я побывал, городов, населенных пунктов. У меня создается впечатление, что Ялта такой достаточно большой город и загруженный такой. Хотя он не такой большой по меркам. По любым меркам, в принципе. Но именно для Крыма у меня первое впечатление, что он реально такой бизи-бизи. Ну, отсюда пешком можно дойти до любых, в принципе, достопримечательностей города. Но вообще, как вы уже поняли, наверное, из моих предыдущих выпусках о Крыме, вы когда приезжаете куда-то, вам все равно придется ехать из этой точки. Потому что очень много достопримечательностей сосредоточено вне городов, вне населенных пунктов. Ялта крупный курортный город на Черноморском побережье, где находится больше всего достопримечательностей и насчитывается множество интересных фактов. Так, например, есть мнение, что самый крупный международный проект ООН зародился именно здесь. В архивах города можно найти документы Устава Организации Объединенных Наций от 25 апреля 1945 года. Сама же Ялта получила статус города в 1838 году, когда здесь проживало всего 130 человек. Между Ялтой и Симферополем проходит необычный троллейбусный путь в 86 километров, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. В местном зоопарке жила одна ослицая-кинозвезда. Она снималась в фильме «Кавказская пленница» и «Девятая рота». В конце 19 века город ласково называли Антоновка. Из-за большого количества поклонниц Антона Павловича Чехова, набежавших в город в период, когда писатель проходил лечение в Ялте. А на основной набережной под Платаном проходили тайные встречи Сергея Есенина и балерины Айсидоры Дункан. Здесь очень какая-то странная ситуация с парковками. То есть вот идет улица. И здесь не как вот, допустим, в Москве с зонами платная парковка. Везде платная парковка в Москве. А здесь может быть одна улица, и на ней кусок платная парковка, а дальше кусок бесплатная. Значит, на платной парковке, сразу же, когда ты тормозишься, к тебе подходит человек здесь с какой-то писюлькой, ну, в смысле, с надписью, и, мол, типа, оплачивай. Я вот остановился, и он мне говорит, типа, платная парковка. Я говорю, а сколько стоит? Он говорит, 100 рублей в час. То я говорю, а если на сутки оставить? Он, типа, говорит, ну, 500 рублей. Я говорю, нет, дружище, на сутки дорого 500 рублей. А он мне говорит, типа, ну, давай, говорит, без чека 300. Я говорю, ну, понятно. То есть, понимаете, как-то это не фиксированная оплата, это как бы человек может решить. Здесь у нас по дороге знаменитый на весь мир отель Мрия. Я хочу вам просто остановиться, показать, как он выглядит. А мы решили прокатиться в небольшой населенный пункт, который называется Форос. Название такое греческое. И не просто так оно греческое, потому что считается, что этот город около двух тысяч лет назад основали греки. Ну, и, соответственно, жили здесь. Особенность этого города еще в том, что он является самым южным на территории Крыма. Ну, как бы, город, это, конечно, громко сказано, наверное, потому что здесь живет около двух тысяч человек. А в летний сезон большая часть людей, которые находятся в этом городке, это приезжие туристы, которые приезжают сюда просто для уединенного, спокойного отдыха. Еще один такой момент интересный. Екатерина Вторая отдала эти земли своему фавориту Потемкину. И он здесь руководил процессом, скажем так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, когда идешь по вот этой вот дорожке, лестнице к замку, можно встретить, как на Блошином рынке, всяких ребят, которые на полу прям разложились с картоночками. И на них продают всякие значки, сувениры, поделки. Ребята, вот так я шел-шел по лестнице, и все, закрытые ворота, и все люди так же идут. Посередине дороги, посередине этой лестницы, спуска, висит табличка. Ждем вас на верхней площадке. Ты такой поднимаешься в надежде к верхней площадке, а тут досвидули. Все закрыто, и ведутся работы. Вы знаете, несмотря на то, что сверху кажется идти очень далеко, и сначала, когда по лестнице вступаешь, никаких ни обозначений, ничего нет, и думаешь, блин, сейчас как я буду идти, неизвестно сколько. Но на самом деле нет. Это обманчивое первое впечатление. Потому что сам дворец, который сейчас реставрируется, и пройти туда нельзя, он очень небольшой. И поэтому издалека кажется, что идти фиг знает сколько. А на самом деле получается по лестнице спускаться минуты три, и потом спускаешься, тут небольшой мостик, сувенирчики, естественно. Дальше опять подниматься еще минуты три. То есть не так страшно, и сюда идут с детьми. Да, придется немножко поднапрячься, но это не критично. Что касается лестницы, что касается здесь вот этих всех заборов, тут вроде как бы кафе какие-то старые, оно все в полуразрушенном состоянии. Видно, что пока до него рука не дошла, рука мастера. Но само Ласточкино гнездо реставрируется. Ласточкино гнездо. Замок, построенный в неоготическом стиле между 1911 и 1912 годами, недалеко от Гаспры, на скале, нависающей над морем, 40 метров в высоту, и являющейся работой русского архитектора Леонида Шербуда. Замок возвышается над мысом Айтадор на Черном море. Ласточкино гнездо является одним из самых посещаемых памятников Крыма, а также замок стал символом южного побережья полуострова. Первое здание на скале было построено для русского генерала примерно в 1895 году. Первым строением был деревянный коттедж, романтически названный «Замок любви». Затем, через какое-то время, имущество дачи перешло к Тобину, врачу царского двора. В 1911 году барон фон Штейнгель, балтийский немецкий дворянин, который сделал состояние, добывая нефть в Баку, купил деревянный коттедж и в течение года заменил его нынешним зданием. В 1914 году барон продал здание, чтобы сделать из него ресторан. В течение короткого промежутка времени после русской революции замок использовался только как туристическая достопримечательность. В 1927 году замок пережил сильное землетрясение интенсивностью от 6 до 7 баллов. Здание не было повреждено за исключением некоторых декоративных деталей. Однако в Утёсе открылась обширная трещина, и на следующие 40 лет замок был закрыт для публики. Если честно, знаете, я вот что-что от Ласточкиного гнезда ожидал больше. Ну, как бы, естественно, круто, вопросов нет. То есть вид, скала, вот это здание на скале, дворец вот этот, конечно, это просто бомба. У меня всегда, всегда вот как-то Крым прежде всего ассоциировался вот именно с вот этим, с Ласточкиным гнездом еще со времен моих родителей, когда они здесь были. Было это еще до меня, наверное. Я прям очень хотел, был воодушевлен вот этим приездом. Вот, ну, на самом деле, как бы приехал. Ну, и что тут? На самом деле, мне кажется, что тут мало что изменилось со времен, вот как здесь были мои родители. Причем мало что изменилось. И здесь я имею в виду в худшую сторону. Понимаете, то есть не то, что они все это сохранили в том виде, а что наоборот ничего, мне кажется, тут не делалось. Ну, вот сейчас идут реставрационные работы там. Это единственный большой плюс. А я вам скажу так, что за то время, пока я здесь в Крыму покатаюсь, я увидел места, о которых я не знал, и которые на меня произвели гораздо большее впечатление, чем Ласточкино гнездо. Но еще раз, Ласточкино гнездо это тоже круто. Но есть те объекты здесь, которые мне понравились больше. И я считаю, они достойны большего внимания. Если вы смотрите вот этот выпуск, то посмотрите еще мои предыдущие выпуски. Их уже несколько штук. И они как раз вот о Феодосии, о Новом Свете, о Генуэзской крепости, тропе Голицына и о достопримечательностях в районе Алушты. Посмотрите все остальные выпуски для того, чтобы сравнить и понять, что вам может больше понравиться и куда, возможно, если вы ограничены по времени, лучше поехать. Короче, когда спускаешься по лестнице, там висит вывеска, что закрыто, но ее стерли, практически ничего не видно. Как я уже вам показал, там есть где наклейки, а есть еще одна надпись, ее стерли. И почему это дело? Потому что, естественно, вот все вот эти торгаши, сувенирщики, они там раскладывают свои товары прямо возле гнезда. Ну, им-то надо бизнес делать, понимаете? Понимаете? И они все это дело стерли, чтобы люди шли туда и там покупали. Ну, естественно, люди покупают, но как без этого? Давайте я вам наглядно покажу, где можно бросить машину, если вы сюда приехали. Вот здесь парковочка. Ну, здесь на навигаторе у вас будет ласточкино гнездо, если вы едете на автомобиле. И здесь вот, смотрите, кафуха, кафе Елена. Вот написано Елена. И сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, и по традиции небольшой обзор моего гостиничного номера я остаюсь в гостинице Бристоль. Она не новая, она уже историческая, но мне номера нравятся, ковер везде на полу. Здесь можно, ну, мы помещаемся вчетвером. Большая такая кровать и раскладывающаяся маленькая. Я с малым вот сегодня здесь спал. Ну, как сказать, спал. Раз 20 за ночь просыпался. И смотрите, что хорошо, почему я вот выбрал эту гостиницу, потому что здесь также есть бассейн, здесь есть баньки. Это не там па-салон, какой-то супер. Это как бы обычная, обычная финская, римская. Сухая, короче, паровая, чьи-то, бассейн и спортзал есть. Можно потренироваться. Это для меня очень важно. И другой момент очень важный, что здесь сразу же ты в центре находишься. Вот прям в самом центре ты вышел 200 метров до набережной. Здесь со всех сторон магазины, рестораны, кафе, все, что хочешь. Такой маленький балкончик. Сразу же у меня вот тут море. И мне, кстати, достался этот номер по достаточно хорошей цене, потому что сейчас не сезон, потому что сейчас много где скидки, акции. Я про цены ничего не буду говорить. Смотрите сами, потому что все зависит от сезона и времени года и количества гостей. А, и, кстати, здесь включены завтраки. И завтраки отличные. Есть куча всего, как для взрослых, так и для маленьких. Есть куча всего, как для взрослых, так и для взрослых. Ливодийский дворец – это летняя южная резиденция России. Здесь жил не один император российский. И тот вид, который сейчас вы можете наблюдать, в этом виде вот этот весь дворцовый комплекс был построен в 1911 году для Николая II. Точнее, он перестраивал его. Вообще, изначально история этого дворца уходит в 30-е годы 19 века, когда здесь первый владелец этих земель строил здесь дворец для себя. В 1860 году дворец первый, построенный, становится собственностью жены Александра II. И она строит здесь второй дворец. То есть, изначально был один, она строит второй. И его потом называют малым дворцом. И плюс здесь облагораживают парк. Ну, здесь, естественно, были, и так был кусок земли до этого. Но именно жена Александра II все это дело облагораживает и делает здесь территорию порядка 40 гектаров. Ливадийский дворец – бывшая летняя резиденция последнего царя России Николая II и его семьи в Ливадии. В 1945 году во дворце состоялась Ялтинская конференция, а сам дворец стал резиденцией Франклина Рузвельта и других членов американской делегации. Сегодня дворец является музеем, но иногда его используют для проведения международных саммитов. По мою левую руку Крестовоздвиженская домовая церковь семьи Романовых. Была построена она в 1863 году и здесь приносил присягу на верность российскому престолу Николай II. Я выехал из Ялты и направляюсь в сторону Ай-Петой. На сайте я увидел у них, что канатная дорога с 12 ноября закрыта, а сейчас 30 ноября. И мне сказали, что ты можешь поехать на автомобиле туда, попробовать добраться наверх на машине. Интересно, что стоят указатели и написано, что Ай-Петри закрыта, а там какой-то пункт у ЧАСУ, что-то такое. Что-то типа можно доехать дотуда. Ну посмотрим сейчас, посмотрим, докуда у меня получится добраться. Очень живописная дорога. А, кстати, по времени, по времени. Из Ялты мне показала по навигатору 55 минут. Буквально сказал только вам предысторию. И сразу же доехал Учан-Су. Водопад Учан-Су мой маршрут проходит. Сейчас посмотрим. Ребята, а Учан-Су-то не простой водопад. Его высота 98,5 метров. И он является самым высоким водопадом на территории Крыма. Вот такую вот я информацию упустил. Не, ну я просто не запоминаю. Блин, сложно запомнить. Учан-Су, Макан-Су, Шмакан-Су. Сейчас у меня, может, палки полетят, скажут. Эй, безграмотный, ничего не знаешь. Короче, Учан-Су 98,5 метров. И находится он на высоте 380 метров над уровнем моря. И, значит, от Ялты всего 6 километров. Реально ехать от центра города минут 10, ну или 15. И он находится на одной из сторон, вот как раз таки, горы Ай-Петри, куда я еду. И сейчас здесь такие краски обалденные. Ну, конечно, ребят, сейчас этот водопад больше напоминает копель какую-то. Не водопадный сезон, скажем так. Наверное, конечно, когда период дождей, водопад бурлит своими мощными потоками. А сейчас такое себе, конечно. Ну, как бы, конечно, красиво, но ничего масштабного, такого прям сверхъестественного нет. Надо приезжать сюда еще, когда будут здесь большие воды. Когда едете по таким дорогам, нужно быть очень аккуратным. Потому что мало того, что сумасшедший серпантин, а во-вторых, ширина дороги всего в полторы полосы. А машины идут и в обе стороны, понимаете? И односторонка же. Я на месте. Пойдем смотреть Ай-Петри. Нереально просто какая-то фантастическая дорога. Красивая еще сейчас. Такой очень красочный, насыщенный сезон. Просто все меняется. Посмотрите сами своими глазами. Ай-Петри – горная вершина в крымских горах до 1233 метров. Название Ай-Петри с древнегреческого переводится как «Святой Петр». Ай-Петри называют местом силы. А еще здесь находятся буквально достопримечательности в достопримечательности. Сама по себе гора уже одна из них. Но и на вершине находится немало вещей, которые стоит увидеть. Ай-Петринский чугунный шар диаметром в один метр, получивший пулевое ранение. Геодезический знак, в котором осталась пробоина после войны. Пещера Трехглазка, получившая свое очаровательное название благодаря трем шахтам, которые являются входами в главный зал. Пещеру, которую уже 3,5 миллиона лет, также называют Ледовым дворцом, поскольку здесь даже летом температура близка к нулю. Вершина Беденекыр с крымско-татарского перепелиная. Гора с тремя голыми вершинами высотой 1302 метра над уровнем моря. Здесь есть возможность покататься на лыжах, а еще лицезреть довольно интересную и где-то мистическую территорию, на которой расположены огромные белые шары. На самом деле это комплекс радиолокационной станции, которая находится под грифом «Секретно». Самая фишка еще в том, чтобы проехать и на канатке. Как написано, что путь занимает 15 минут. Ну, я не знаю, на машине ехать час, но на машине тоже свой прикол, потому что дорога реально красивая, прикольная. Вы тоже видите определенные такие вот детали. Но канатка – это своя фишка. Пока она закрыта, не знаю, когда они откроются. На сайте написано, что готовится к зимнему сезону. Ну, все мы знаем, кто как к чему готовится. И вот возможность прокатиться на канатной дороге зависит еще от того, какие погодные условия. Сейчас все круто, но они там что-то делают. Смотрите, если вы едете на машине, вы доезжаете до верхней точки, там же, где и верхняя станция канатной дороги. Здесь же находится кафе, здесь же сувениры, здесь же продают аджику, чай, мед. Сколько стоит прокатиться на канатной дороге? 400 рублей на взрослого в одну сторону. Когда вы будете взбираться в гору и будете думать, мать его, зачем я сюда полез, то вас ждет мотивирующая надпись. Вы прошли 200 метров. Поэтому, ребята, не отчаиваемся и двигаемся дальше, потому что за вашими плечами только 200 метров. Кстати, если вам нравятся горы, то посмотрите мой предыдущий выпуск из Крыма про то, как я ездил к долине привидений. Там тоже очень красиво. Также можно подняться наверх, и долина привидений, там находятся самые высокие горы, скалы в Крыму. Побродив немного по сырым лесным тропам с грязной землей, листьями, забравшись на гору Ай-Петри, Мы с вами сейчас отправляемся в Воронцовский дворец. Топтать этими грязными ногами королевский мрамор. Как помните в фильме «Пришельцы», когда Жан Рено и Кристиан в клавье попали в наше время и в своих грязных доспехах тусовались по современным отелям, магазинам. Короче, мы так же будем делать. А вот так выглядит Алубка, собственно говоря. Здесь вот Воронцовский дворец и находится. Да, конечно, Алубка – городок грустный, я вам скажу. Воронцовский дворец – исторический дворец, расположенный у подножия Крымских гор, недалеко от города Алубка. Дворец Воронцовых является одним из старейших и самым больших станий на полуострове и является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Южного побережья. Дворец был построен между 1828 и 1848 годами для русского князя Михаила Семеновича Воронцова с целью использовать его как свою личную летнюю резиденцию стоимостью каких-то 9 миллионов серебряных рублей. Дворец был спроектирован в соответствии со свободной интерпретацией английского стиля Ренессанса английским архитектором Эдвардом Блором. Блор спроектировал несколько зданий в Великобритании, а затем получил особую известность с помощью того, что завершил проектирование Букингемского дворца в Лондоне. Дворец и окружающий его парк часто присутствуют в советских фильмах, таких как «Обыкновенное чудо», «Небесные ласточки», «Безумные деньги» или «Женить по фигару». Если вы планируете погулять здесь, можно на дворец с парком смело кидать пару часов, потому что территория здесь в 40 гектар. Парк и дворец создавались в одно время, в первой половине 19 века, и работал над созданием парка немецкий садовод-ботаник Карл Кибах. Редактор субтитров А.Семкин Добрался я до Севастополя, машинку бросил в таком переулочке на парковке, потому что в центре, в историческом, парковка платная, и я ради сэкономить 3 копеечки выехал из платной зоны, проехал лишние 200 метров и бросил машину на бесплатной парковке. Итак, Севастополь или «Священный город» с древнегреческого. История города уходит далеко вглубь к подвигам Александра Македонского. Был период, когда он был колонией республики Генуя, потом разрушен нападениями османов, а потом восстановлен Российской империей. Этот город знал множество культур и событий, и в настоящее время он интересен для прогулок и изучения истории. В городе большое количество соборов и памятников архитектуры. Что касается города, вы хотите посмотреть его, езжайте сразу же на набережную. Ставьте где-то машину и идите вдоль набережной, потому что так вы, мне кажется, поймете весь этот город и все сердце города. Здесь, кстати, есть динфинарии, если у вас есть дети, если вам интересно. Что касается гостиниц, я не, значит, не букировал себе гостиницу в Севастополе. Почему? Потому что сейчас из-за всех этих эпидемиологических ситуаций многие гостиницы просят бумажку, подтверждающую, что у вас отсутствуют там болячки. Да, сами понимаете, какие. Но, насчет гостиниц, если вы хотите какую-то классную гостиницу в самом центре, вот, пожалуйста, отель Севастополь. Отель Севастополь, сразу же здесь ресторан французского типа, сразу же здесь магазин и сразу же здесь через 50 метров набережная идет. Ну, а еще раз, я приехал сейчас в Севастополь из Ялты ехать час, до Балаклавы час, плюс там 20 минут вот сюда, до Севастополя. Вот поэтому абсолютно никаких проблем. Еще одна особенность Севастополя, но мне кажется, это вообще особенность Крыма. что где бы вы ни находились, в маленьком городе, в большом, все эти городки находятся на холмистой местности. О чем это говорит? Что здесь огромное количество подъемов и спусков и лестниц. Ну и, конечно же, Севастополь не исключение. Здесь точно так же вы будете ходить по подъемам, спускам и лестницам. И в Севастополе ряд лестниц немаленькие. И всего здесь в городе насчитывается 82 лестницы. Некоторые из них заменяют улицы. А самая большая лестница, которая начинается у Георгиевского монастыря, насчитывает 897 ступенек. И она, кстати, идет к пляжу, поэтому, если вы хотите поплавать, расслабиться, вам нужно спуститься на 897 ступенек и потом подниматься по ней. Бой! Если вы являетесь любителем устриц, то Крым – это то место, где вы можете их хорошечно покушать. Потому что в Крыму, во-первых, существуют плантации, ну, как бы, фермы, да, где культивируют эту живность. Во-вторых, еще до популярности французских устриц Крым, именно Севастополь, считался, скажем так, главным местом по выращиванию устриц. И здесь их начали выращивать еще в Российской империи, еще в 1867 году. И Севастополь был просто мега популярным городом, вот в плане известным городом, в плане выращивания устриц. Ну и, конечно, один из главных исторических объектов – это Херсонес-Таврический. Древнегреческий город, который был основан в 528 году до нашей эры. На данный момент археологами восстановлено около трети древнего города. И приезжая в Севастополь, вы просто обязаны его посетить. Если вам интересны путешествия по Крыму, смотрите также мои другие ролики. Ссылочки на них вы найдете в описании к данному видео. Не забудьте поставить лайк данному видео, это помогает в развитии моему каналу. Ну а в комментариях напишите, какие места в Крыму производят на вас впечатление. Ребята, успел до закрытия в Херсонес. Закрывается он в 6. Я приехал сюда в 5.30. Напоминаю, что темнеет сейчас рано. Поэтому вот до темноты и до закрытия я немножко успел, слава богу. А я стою на территории античного амфитеатра такого. И его как бы не было. И открыт он был раскопками в 1954 году. Да, конечно, когда по таким масштабным местам ходишь. И понимаешь, что все это было уничтожено. Все это было погребено под землей. И потом это нашли и раскопали. И вот начинают воссоздавать. Блин, ну это, конечно, круто. Масштаб реально большой. Это там не домик откопать, понимаете. Это целый город. Античный город. Ребята, на 100% планируете посетить Севастополь. Обязательно посетите Балаклаву. Но я думаю, что вы это сделаете. Потому что это одно из тех мест, знаковых мест в этом месте. В Балаклаве, вот как мы сделали, берите какой-то кораблик. Вот нам на четверых это обошлось в 2000 рублей. Я считаю, это недорого, по 500 рублей на человека. Но вам сразу же делают обзорную экскурсию. Вам покажут, расскажут все про Балаклаву. И реально это круто. Нам, с одной стороны, немножко не повезло, что была погода пасмурная. Но, с другой стороны, повезло, что было достаточно спокойно. Не было никаких дождей. Вот, это плюс для 1 декабря, вы знаете. Балаклава на зеленый пункт на Крымском полуострове и часть города Севастополь. Поселение на ее нынешнем месте было основано древними греками. Называлось оно Символон. И, как часто это бывает, город был важным для торговли. В средние века он контролировался Византийской империей. А затем генуэзцами, которые завоевали его в 1365 году. Развалины генуэзской крепости, расположенные высоко на вершине утеса над входом в Балаклавскую бухту, являются популярной туристической достопримечательностью. И недавно стали сценой для средневекового фестиваля. Но, значит, Балаклавская бухта, какая бы она классная ни была, вы должны знать, что Севастопольская бухта, она гораздо больше. И Севастопольская бухта, мало того, что она больше, она еще считается самой крупной в Европе. Она уходит вглубь полуострова на 9 километров. Знаете, еще какая особенность? Покатавшись немножко по Севастополю, он показался реально таким большим городом. Несмотря на то, что здесь проживает, по-моему, 350 тысяч человек, но я зашел даже посмотреть, его площадь равна площади половины Москвы. То есть город реально такой растянутый и большой. И в него еще входит, ну, как бы балаклава, входит и герман. Ходит. Севастопольская бухта На нашем пути находится очень такое интересное место, которое называется Бахчисарай. Сейчас я на территории Бахчисарайского дворца крымских ханов. Одно из старейших зданий здесь, мечеть. Вот эта мечеть была построена с самого начала, и дата постройки 1532 год. То есть вот этому месту уже 5 веков. Многие объекты находятся на реставрации, но тем не менее это очень интересное, конечно, место. Очень интересное, красивое. Ну и обязательно, обязательно стоит посетить его. Тем более оно очень близко находится до многих городов. До Севастополя, до Симферополя, до Ялты. Бахчисарай, прежде всего, известен своим ханским дворцом, который является единственным существующим дворцом крымских ханов, открытый для туристов в качестве музея. Такое интересное название город получил от персидского языка и дословно переводится как Садовый дворец. Бахчисарай впервые был упомянут в 1502 году. Создан он был как новая резиденция крымским ханам Сахибам Гираем в 1532 году. С тех пор город стал столицей крымского ханства и центром политической и культурной жизни крымско-татарского народа. В мае же 1736 года город был опустошен в начале русско-турецкой войны. Ну а в 1783 году, после этой самой войны, крымское ханство становится частью Российской империи. Ну а массовую народную известность это место получает благодаря поэме Александра Сергеевича Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Беспечно ожидая хана вокруг игривого фонтана на шелковых коврах вне толпою резвою сидели. И с детской радостью глядели, как рыба в ясной глубине на мраморном ходила дне. Здесь, в центре нашего полуострова и Северный Кавказ тоже еще, крымское ханство существовало 342 года. И за это время и в государстве, и в этом дворце сменилось 48 ханов. И все они были потомки Чингисхана. Это зал совета и суда. Здесь решались важные государственные вопросы. И в мире здесь журчал маленький браморный фонтан. Низкие диванчики-сеты наподобие таких стояли и с той стороны. Здесь сидели представители пяти самых знатных крымско-татарских родов. Ну, допустим, развод, раздел, все состоялось. А потом начиналось все самое интересное. До конца ее жизни он обязан был ее содержать и обеспечивать. Дворец Хана является самым популярным местом для посещения в Бахчисарае. Обязательно посетите его и зайдите внутрь, потому что вы почувствуете традиционный крымско-татарский стиль и атмосферу времен 16 века. Я рекомендую вам взять гида, который проведет вас по залам, территории и покажет тот самый фонтан, который упоминал в своих творениях Пушкин. Другое название фонтана – фонтан слез. И представляет он собой историю реального случая из жизни. Фонтан – воплощение любви одного из последних ханов к его молодой жене и горю после ее смерти. По слухам, хан был влюблен в одну польскую девушку из его гарема. И когда та умерла, хан плакал и искренне был морально убит, чем удивлял всех людей вокруг, знающих хана как человека твердого и непоколебимого. Дабы сохранить воспоминания о девушке, хан приказал соорудить фонтан. Фонтан этот необычный, пристенный, где вода стекает по девяти чашам. Ребята, смотрите, какие балконы. Видите, балкон, и он полностью закрыт. И вот, значит, в самом дворце нам сейчас рассказали, что вот эти вот балконы, закрытые, которые сеткой, они стояли, значит, в гаремах женских. И они такие закрытые были, чтобы женщина могла выходить на балкон, смотреть, что происходит, а снаружи ее никто не видел. Поэтому вот такой вот, вот такой вот закрытый. Не было в те времена непрозрачных стекол. Вот такая вот тема. И если бы я был султан, был бы холостой. Здесь всего в нескольких километрах от Бахчисарая находится Успенский пещерный монастырь, куда мы едем перед тем, как отправиться в Сефироба. Конечно, еще одно обязательное место к посещению – это Успенский скальный монастырь, представляющий собой монастырь, буквально выротый в скале. Касательно даты его создания ходят споры, но местные монахи утверждают, что появился он еще в VIII веке. Потом был заброшен, когда Византийская империя потеряла контроль над регионом. Нынешнее же монастырское строение относится к XV веку. И если бы мы захотели посмотреть этот монастырь где-нибудь 50 лет назад, мы бы не смогли этого сделать. Он попросту был закрыт советской властью в 1921 году. А открылся он только после распада Советского Союза в 1993 году. В общем, ребята, на пути я встретил местных торгашей, а здесь они везде. Торгаши и зазывалы. Как в Турции все. Они мне сказали, что вход на территорию уже закрыт. И закрываются они в три часа. Соответственно, я не успел. Я не успел буквально на 15-20 минут. Но это вот минус того, что все они работают очень коротко. Ну, хотя бы чуть попозже. Что такое три часа дня? И в общем, навязываемый сервис, который я так не люблю. Это значит, когда со всех сторон тебя облепляют и пытаются предложить свои услуги. Когда тебя впаривают, значит, вот только ты подъезжаешь к дворцу, там сразу же начинается тебе подбегать, что-то рассказывают. Значит, как тут интересно, какой крутой город вы посетили исторически. И тут же начинает предлагать какие-то свои прогулки, какие-то свои экскурсии. И стоит сразу же человек 15, наверное. Здесь то же самое. Вы идете, все предлагают. Где-то что-то купить, где-то что-то взять. Видите, вот оттуда я пришел. Снизу сердце. Сейчас выскочить наружу. Фу. Без рюкзака, конечно же, легче. Но у меня рюкзачело. Еще ноутбук, и я сяду и буду сейчас работать тут. Не, не какой ноутбук. Камеры, камеры. Хотя там написано, что дрон запрещен в горах, но летать нельзя. Смотрите, я вот вещаю, собственно говоря, уже сверху. Я добрался до пещерного города Чуфут-Кале. И смотрите, что вам нужно знать. Значит, момент первый, что до храма вы дойдете там, ну фигню, 5 минут, грубо говоря. Можно подняться с детьми без проблем. Причем на храм вы будете смотреть с противоположной стороны. То есть вы не в сам храм зайдете. Значит, что касается дальше пещерного города. До пещерного города идти вверх полтора километра еще от храма. И вы будете взбираться вверх. Вам реально нужны как бы силы. Детям будет тяжело. Маленьким детям будет вообще тяжело. Поэтому, ну не знаю. Школьники, конечно, без проблем. Школьники, конечно, без проблем. А если дети там 4-5 лет, то тут могут быть сложности. С колясками, конечно же, вообще не вариант. Сколько время у вас на все это дело уйдет? Ну, до храма там вы доберетесь быстренько. Там вообще минут, значит, все вместе с фотографиями 15-30. Если вы сюда соберетесь подниматься, еще и погулять, еще и зайти в город сам. Ну, на все про все. Давайте вот на все про все. Вам нужно часа 2 закладывать. Плюс час еще на Бахчисарайский дворец с экскурсией. И если вы заплатили за входной билет, то экскурсия входит в это дело. А входной билет на взрослого стоит 300 рублей. Что мне сказали по поводу Чуфуткале, по поводу пещерного города? Мне сказали, что вообще все маршруты тут, вокруг города, вот этого, внутри, все маршруты, протяженность их около 7 километров. Ну, я не знаю, как бы где они взяли эти 7 километров. Конечно, я спорить не буду. Именно вот видимой зоны, мне как показалось, километра два, вот видимой. А что касается зайти внутрь, я этот момент профукал. Сами вот грамотно составляйте свое время, чтобы успеть. Я не знал, что он работает до трех. Я, естественно, мне не хватило мозгов, чтобы зайти и проверить все это дело. Вот, причем я знаю, что очень много все работает сейчас. Сокращенный график, очень многие дворцы работают до четырех. Вот тут же Юсуповский дворец. Зимнее время, чего я хотел. Если честно, я даже не думал, что этот пещерный город, но я думал, что как бы он пришел, там себе пошел, погулял. Но нет, территория закрыта, вход туда платный. Я своих мелких сейчас не стал брать сюда, когда увидел, что дорога у меня займет больше полутора километров в гору. Вообще, я стараюсь как бы их таскать везде. Начиная от того, что все вот эти вот путешествия на машине, чтобы они видели, чтобы они развивались. Старшему пять, а младшему два. Но сюда я их не стал брать. Подъем в гору. Плюс, они уже сегодня у меня обогатились культурно. Были в Бахчисарайском дворце. И у меня мелкий там начал немножко капризничать. Самый мелкий. Ну, пока еще ему он не очень любит историю. Он мне не очень любит историю. Он больше как бы ресторанный критик, я бы сказал. Покушать там, посидеть где-то в заведении. Это он любит. Походить, ну, как бы снаружи там. Вот, к примеру, Ливадийский дворец. А мы когда были, это, кстати, в предыдущих выпусках. Вот Ливадийский дворец, тропа Голицына, Генуэзская крепость. Ну, я стараюсь как бы плавненько, мягко сюда тащить, конечно. Это для них было бы тяжеловато слишком. Здесь, кстати, на территории Грама, вот в таких встроенных в скалу домиках, можно купить какие-то коржики, выпечку, масло. Сувениры тоже продаются, конечно же. Прямо здесь. Мне предлагали и лаванду, и... Ой, что только не предлагали. Если вы хотите покушать, здесь вот в таком турецком стиле сразу же всякие кофейни. Я бы как гулял, тоже проголодался. Поэтому мы с вами зайдем на перекус. Субтитры сделал DimaTorzok В Симферополе мы остаемся в небольшой гостинице, но самая важная вещь, то что она находится в самом центре. Называется она «Простые вещи». Здесь рядышком прям 10 метров соседние здания. Это рестораны, через дорогу тоже есть кафушка. И прямо буквально там 200 метров, один квартал, и вы сразу же на центральной городской улице, которая полностью перекрыта. А гостиница все. Идем в город. Как и положено любому интересному городу, у Симферополя есть свои тайны. Наткнуться на первую загадку города можно сразу, как только вы прибываете в город на поезде. На вокзале находятся большие часы, которые являются одним из символов Симферополя. На циферблате этих часов располагаются знаки зодиака. Однако, среди них невозможно найти деву, тельца и весы. Зато вместо них можно обнаружить лебедя, змееносца и гонщик псов. Интересно, что эта часовая башня не единственная. Ее копия находится в Сочи, где автор, архитектор Алексей Душкин оставил аналогичную загадку. Троллейбусная линия Ялта-Симферополь является самой длинной в мире и имеет протяженность 86 километров. Если вы захотите сделать вкусный и качественный перерыв во время просмотра достопримечательностей, рекомендую вам салон Душекуля. Это, в общем, музей шоколада, где есть и кафе. Можно просто и не спеша насладиться чашечкой кофе с пирожным. Посмотреть на оригинальные сладкие шедевры и, конечно, попробовать их. Сейчас наша задача успеть к розовому озеру. Оно же Каяшское озеро. Сейчас у нас 2 часа 43 минуты ехать до озера. 2 часа. То есть мы должны там быть где-то к 5 вечера. В общем, я хочу успеть к закату. Я думаю, что должно быть супер красиво. Хотя сейчас оно розовое, как я видел по фоткам. Оно розовое. Но сейчас декабрь. Это вот маленький нюанс. И, конечно, все краски меняются в зависимости от сезона. Я предполагаю, что это касается и озера тоже. Понятия не имею, какого оно сейчас цвета. Высохла оно. Осталась ли там какая-то вода. Но я надеюсь, что нам повезет. Я надеюсь, что нам повезет. Я надеюсь, что мы попадем на закат. Я надеюсь, что оно будет супер розовое, розовее, чем в любой другой день. В общем, будем стараться. Ребята, в общем, мы приехали к озеру. Ничего тут розового нет сейчас. Обычное озеро, мелкое. Ну, сейчас снимем кусочек. Ну, чего-то суперэффектного. Но мы здесь. Ну, и, конечно, еще одна фишка Крыма. Это, конечно же, розовые озера. Большинству из нас эти озера интересны ради красивых фоточек. Ну, а кто-то едет к ним для того, чтобы исцелиться. Розовый цвет у этих озер из-за водорослей, вырабатывающих большое количество бета-каротина, а также из-за архей, одноклеточных микроорганизмов. Каяшское озеро находится между Керчью и Феодосией. Его интересная особенность, что оно практически граничит с Черным морем. Шлина перешейка между озером и морем в самой узкой его части 10 метров. Данное озеро является самым соленым в Крыму, из-за чего его нередко сравнивают с Мертвым морем. Здесь находится белая скала. Белая скала Аккая. Белая скала – это и деревня, и, я так понимаю, что это и сама скала. Мы уже здесь. Очень прикольно, что на небе не было ни облачка, а сама вот эта скала, она как бы как окутана так облаками. Очень прикольно, как в дыму в каком-то находится. На белую скалу можно забраться наверх, поэтому вбивайте просто белая скала Аккая, и тогда вы проедете к самому верху. Второй вариант – можно не забираться, а можно подъехать к ней снизу. Тут, честно говоря, все измулевано, вот если смотреть на карту, какими-то тропинками, дорожками. И вот я просто выехал в деревню, белая скала, вот эта. Можно попробовать через речку. Вот, смотрите, вот тут небольшая такая речечка. Можно подъехать через речку и туда наверх, и тогда вы сможете сфотографироваться снизу. Я уже где-то приближаюсь к вершине белой скалы. Мы ехали на машине, ветер сильнейший. Ехали на машине, и стоят знаки, что это природно охраняемый объект, на машине дальше нельзя. Поэтому я поставил машину и уже иду пешком. Еще раз, я уже где-то рядышком с вершиной. Ветер здесь сильнейший дует. И ставил микрофон, чтобы было слышно. Пустелиться. Ну, грубо говоря. Белая скала, настоящая кинозвезда. Она сыграла роль гор Калифорнии в рок-опере «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты». Изображала дикий запад в вестерне «Человек с бульвара Капуцинов». Техас в боевике «Всадник без головы». А также выступала в качестве пейзажей вымышленной центральноамериканской страны в сатирической комедии «Королей капуста». Сама высота скалы над уровнем моря 325 метров. Ну, а если вы подниметесь на самую вершину и подойдете к краю этой отвесной белой стены, то перед вами окажется пропасть высотою в 100 метров, где внизу будет простираться долина. Кстати, когда мне было лет 5, как раз вот Ян в этом возрасте, я ездила с бабушкой в Казахстан. И у меня до сих пор эти впечатления в голове яркие, когда мы в степях видели коровы, перекати поля всякие, скалы, моры. Мне кажется, у Яна после нашей поездки останутся тоже яркие впечатления надолго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Дисклеймер 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 Субтитры создавал DimaTorzok